Каждое третье воскресенье ноября во всем мире посвящают памяти жертв ДТП. Ежегодно в этот день в храмах после воскресных богослужений совершаются панихиды по погибшим в автокатастрофах. В Анапе мероприятие было организовано управлением ГИБДД совместно с настоятелем храма Серафима Саровского, отцом Александром. Виктор и Александр, Георгия и все дорожно-транспортные происшествия приемные. На панихиду пришли десятки анапчан, чьи родные и близкие погибли на дорогах. После богослужения к участникам мероприятия обратился заместитель начальника отдела ГИБДД Алексей Гуаров. Жизнь это наверное самое дорогое, что есть у человека и ответственность за ее сохранение лежит наверное на каждом из нас. Независимо от того садится ли человек за руль и появляется пешеходом. Только в этом году на дорогах города-курорта Анапы погибло 29 человек. Из них 5 человек являлись пешеходами. Поэтому мы просим всех, обращаем внимание всех, быть более внимательными к себе, быть более требовательными к другим, ко всем участникам дорожного движения, которые принимают участие. Независимо от того является человек водителем или пешеходом. После траурной службы участники церемонии отправились на место ДТП. Где 9 ноября в страшной трагедии погибла молодая семья Логачевых. Здесь друзья и близкие возложили цветы и венки. А протеерей Александр совершил обряд поминовения погибших и осветил место гибели ановчан. Имя отца и сына и святаго Духа, пропление воды и священные. После траурных процедур близкие получили наставление от священнослужителя. Ведь в первую очередь им сейчас требуется духовная поддержка. А пока пожилые родители каждый день посещают могилу своих детей и любимой внучки, которые по вине злостного нарушителя обрели вечный покой на сельском кладбище. Эту семью не вернуть, но можно предотвратить тысячи других трагедий, если соблюдать элементарные правила дорожного движения.